Надо сказать речь, которую... Надо сказать для тех, кто будет смотреть в записи. Друзья, во-первых, я вас приветствую, во-вторых, помните, что в описании под видео будет ссылка на мой второй канал. Так что, если вы хотите видеть стримы Рогатой Жабы регулярно, то переходите на второй канал, подписывайтесь и смотрите. Второй канал это Рогатая Жаба 2. Для тех, кто сейчас на стриме, не путайте, вы уже там, где нужно. Как приятно родиться в год премьера Властелина Колец. Ну, согласен, согласен. В будущем тебе это будут припоминать. Так почему же сейчас, Кингейм, ты не загадываешь хорошо? Хельма в Айпаде, ибо битва у Хельма в Айпаде самая длинная битва в кинематографе. А-а-а! Битва у Хельма в Айпаде самая длинная битва в кинематографе? Ну, если вопрос только в длине битвы, тогда это такой себе рекорд на самом деле. Ну, ладно, тем не менее. Александр, твой прогноз 150. А ну-ка, Александр, посмотрим, есть ли ты в таблице. Да, есть. Ну, все, дорогой чат, давайте сражаться. Давайте думать, как мы выиграем это сражение. Выиграть нам его будет нелегко. Хотя это и не лес в прямом смысле этого слова, но помешать нашим артиллерийским орудиям эти деревья смогут. Это какие-то, блин, я не знаю, как будто здесь слоны прошли и поваляли деревья, оставив какие-то опухи. Но вот как будто специально, так что... А хотя это родной дом эльфов, что же я ожидал. Эльфы будут, за них сражаться будут еще и рельеф. Так что будет больно. Это они везде будут прятаться, это мы их вряд ли сразу увидим. Жаба-жаба. Путю-путю-путю. Вот это нам тут больновато будет. А стрелкам как здесь будет плохо. Придется сразу вокруг этого холма выстраиваться. Так что то, что я сейчас построю, это будет только предварительное построение. Придется перестраиваться. Все, что мне нужно, это просто дать нужной команды своим воинам. Дать нужной команды своим воинам. Ctrl-2. Вы спрячьтесь тут. Ctrl-3. Опять наши великие пушки ничего не смогут. А если смогут, то минимум. Ctrl-4. И придется их перемещать. Но зато у нас здесь три героя. И они на себя примут стрелковый урон. Враги вроде к нам не летят. Они перемещаются? Не, перемещаются вроде может даже и к нам. Непонятно пока что. Поршнями. Берегитем. Ставьте землу. Ставьте формировку. Верегите. Да. Ставьте формировку. Продолжение. Продолжение. Деппельзольнеры сейчас очень-очень не время. так слабо шевелить поршнями как мне не нравится как вы медленно идете я готов с вами биться допли быстрее ох там дракончик придет не люблю я его уже не люблю дракончика уже надо устранить хорошо что тут дракончик взлетел но его бы убить до всеми стрелками дракончики могут больнее всего нашу приходу да 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 правильно хорошая атака дракона готов даже вознаградить тех кто это сделает минус дракон не долети пожалуйста еще 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 один залп пожалуйста еще один залп еще один и еще один и спасибо теперь такое неожиданное появление наших стрелков вражеские стрелки не стреляют потому что до наших видимо отрядов ой тогда не надо неожиданного появления это не очень хорошо будет то ваше неожиданное появление а вы наверное тут и стрелять не можете потому что целиком и полностью связаны нашими отрядами тогда давайте отойдите сюда может тут как-то получше будет и держись пехота так есть результат какой-то может постреляем по ним победа близка понимаю я не ощущаю моих стрелков которые помогают мне победить вроде бы должны стрелять и вроде бы даже стреляют а вроде бы и нет может из-за того что лез тут лордец хитренький притаился понимаю ваши трудности помогу плохой рельеф таки плохой рельеф просто не видят врага атаку на наш фланг мы отразили а теперь как-то надо поступить так чтобы уничтожить их стрелков но нашими стрелками мы до них не дотянемся надо чтобы наша артиллерия помогла а но она и помогла тогда давайте на лорде огонь сосредоточим так ребятушки а тут что почему не можем пострелять почему не стреляем а наши деппельзольнеры нам мешают тогда отойти а вот теперь время атаковать и и и а а а так это чё было Три натушных выстрела. Это победа. Пострадали два наших отряда. Но если что, мы просто выведем их по фронту, так как те, кто стоял напротив вражеской армии, до них стрелки не дошли и они не пострадали. А на фланге поставим два других отряда. Неплохо отражались, наши лорды еще могут разбить одну вражескую армию. Все, прекратите обстрел. Стрелков нету. Да ладно, у меня большая часть армии состоит из стрелков. Интересно. Достанете или не достанете? Достанут и добьют. Молодцы. Дальше. Так, разброс потерь 20, не 20, 50 пусть будет, так как я с самого начала не сказал. Поэтому все, кто загадывал до 60, оказались правы. А до 60 никто не загадывал, потому что у нас результат действительно оптимистичный, лучше любого вашего прогноза. И я не дам вам отряд тем, кто загадал меньше всего, потому что вы очень далеко отошли от правильного результата. Все равно. Так что не получите вы отряды. Угадывайте. Давайте так. Если кто-то угадает, то потом буду давать отряд за тех, кто ближе подошел к правильному прогнозу. Он как бы откроет врата остальным. А пока не угадали, не попали в нужный промежуток, старайтесь, думайте. Анализируйте поле боя для того, чтобы дать верный прогноз. 19 отрядов против 20 и Талтиерин разбит. Можно сказать, что у врат эльфов мы нанесли им сокрушительное поражение. Одну армию мы смогли преодолеть. Кристофер получил еще уверенность в атаке. То есть, когда мы атакуем дисциплины больше и ауродисциплины больше. И, по-моему, как раз нужного человечка получил свой ученика магов. Давай, иди сюда. Ученик магов нам понадобится в другом месте. Из зачарованных предметов мы тебе ничего не можем отдать. Шанс, магический предмет, гонец, турнирный боец. А что еще тут есть? Знамя пугала. Вот что мы можем ему дать. Давайте дадим знак. Хотя, с другой стороны, если нету... Если в сторонниках и знаменах есть свободные ячейки, то если кто-то полезный, то он сразу туда попадает. Не придется ждать целый ход. Вот так вот сделаем. Штульва нет. Тут как в ваниле. Если ты уничтожил врага, то ты его уничтожил. Если не уничтожил, то он отступил. А для того, чтобы уничтожить врага, нужно убить определенную часть его отряда. То есть, если из 90 бойцов останется 2, то отряд, тем не менее, погиб. В ваниле те же правила. Так, содержать позицию. У тебя шестой уровень. Что будет? Молот как благословение. Или бастион веры. Давай молот как благословение. 26 атаков в ближнем бою на 25 секунд. Вокруг себя на 40 метров. Какой у нас вкусный выбор. Я помню, что если у врага есть орлы, то наши потери достаточно большие. Потому что орлов выпилить сложновато. С другой стороны, напасть на Волналь, и мы сорвем найм. Сорвем найм, это означает, что ну, во-первых, и уничтожить эту армию будет легче. Потому что тут всего 16 отрядов. Правда, и полные армии хотелось бы уничтожить. Потому что в противном случае они на нас нападут. Так, а ну-ка вопрос. Смогу ли я отступить отсюда? Ох, недалеко. Не смогу. То есть у меня есть только путь вперед. Ну ладно, будем последовательно. Начнем с этого дерева. Тоже стремительный удар. Тоже попытка нанести сокрушительное поражение врагу. Скорее всего, битва будет в похожем лесу. А не, тут что-то новенькое. Только, судя по всему, я начну в низинке, а враг начнет сверху. Тоже значит будет стремительный удар. Полетели. Такой у нас кубик-рубик. Если разложим его, победим эльфов не разложим, то экзекьютору придется держать контрудар, которого мы, может, не выдержим. Кингейм. Твой прогноз 50. Хорошо. Вот это оптимистичненько. Вы учли опыт предыдущего сражения. Молодцы. Пан, твой прогноз 70. Разброс пусть будет 20. В этом сражении. Первый дреддноут, твой прогноз тоже 50. Дельшат прогноз 150. Боец монолита прогноз 160. Блэк Драгон 50, Фардакс 40. Вы уже думаете о том же, о чем и я. Когда вы загадываете много, у нас обычно мало потерь. А когда вы загадываете мало, то обычно что-то идет не так. И чаще всего, я не знаю, от меня это не зависит, потому что я стараюсь в каждом бою не проиграть. Это в моих интересах прежде всего. Но какая-то у этого есть взаимосвязь. И поэтому я смотрю на ваши маленькие прогнозы. И это меня немножко настораживает. Я уже где-то на уровне подсознания ощущаю, что сейчас что-то пойдет не так. Поэтому Гидра загадывает 250. На прошлый бы он загадал 150, а теперь 250. тоже, видимо, что-то подсоздательно ожидает. Или вполне себе создательно ожидает. Блин, но нам нельзя проигрывать в этой битве. Там же 5 армии эльфов. Если они одним кулаком нападут, то у нас пуль не хватит их всех перебить. Легион печенек прогноз 250. Ну, легиона печенек у меня, по-моему, в таблице ну точно нету. Легион печенек. Легион печенек, будешь у нас новым капитаном. Так, разбег 20. Ну, а рельеф называется эльфы крушат империю. Я надеюсь, что отсюда они до нас не достанут. И какая-никакая равнина у нас все-таки здесь есть. Так что нашим великим пушкам будет удобно. Но нам придется перегруппироваться и отступить. Потому что отступить поближе к углу. Что поделать? Такое место. Что я могу сделать? Место плохое. Придется все равно перестраиваться, чтобы правильное построение сделать. пухи сюда поставим, но они тоже должны будут перестроиться. Ну, а пехоты тем более можно выставить, а потом опять же перестроить. Главное успеть. Если эти эльфы тоже на нас обрушатся, как и предыдущие, то нашим героям придется пострадать. Вот этих можно спрятать, кстати. Где мы их можем спрятать? Тут. Они могут встретить врага. Хотя враг обычно очень наглый по флангам. Они могут попробовать врагу в спину зайти. То есть мы можем их спрятать где-то тут. И они могут попытаться добежать сюда, до того, как сюда придут эльфы. Можно попробовать. Александр, приветствую. Прогноз 150 твой. Хорошо. Ты успел. Самый последний вагон последнего поезда. последнюю дверь, последний маршрут. Начать двигать. кавалерия трогает. Кавалерия трогает. мы ее расстреляем. И драконов тут вроде как нет. Поэтому тем более нам будет немножко не страшно. Это мы тогда стрелков на драконов травили. Поэтому были отвлечены с дверь, 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 дэкси. send them back your fierce defiance, stamp upon the cursed alliance. дверь, 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 Dixie. Advance the flag of Dixie. Hurrah, hurrah, for Dixie's land we take our stand and live or die for Dixie. Когда тысячи дебанок на красной планете ажабин банки ждут тебя, а ты ждешь и до первой созданной банка моя, Штульва, номер 123 5 4 6 8 5 3 2 6 Вот это тебе нужно будет напомнить мне, потому что меня сейчас такие страшные вещи ждут. Штульву благодарствую, что я посматриваю и думаю, что случится с моим мозгом. Блин, какие же они быстрые чертовские. А сейчас я объясню, что меня ждет. Во-первых, я посмотрел на интерфейс Императора Рима. Боже, сколько там вкладок. Да, Европа Универсалис и навыки в ней должны мне помочь. Но, боже, не дай бог язык меня потянет. Что-то подобное мирозавоеванию сделать в Императоре Риме. Я же себя прокляну. В Европе Универсалис мне понадобилось много лет, чтобы выйти на мирозавоевание. А в Императоре Риме, чтобы это все изучить, да, чтобы этому всему внимания уделить. Ну, ладно. Меня еще заинтересовала Анна. Причем, заинтересовала серьезно. Мне очень понравилось и как выглядят домики, и как все это смотрится, и очень хочется попробовать поиграть. Кроме того, я продолжаю тренировать себя во им хиру, потому что надеюсь, что шутер я тоже смогу потянуть. И поэтому я понятия не имею, что меня в ближайшее время ждет. То есть Лебедь, Рак и Щука собрались в одной жабе и рвут ее на части. Вот что происходит. Не играю в Императоре, как я могу в него не играть? В Император Тарим. Это блин, будущее парадокса. В него нужно играть, он классный. Просто меня пугает объем работы, связанной с ним. Но я не могу и даже тот же Surviving Mars. Это ж парадоксы, это ж бомбардировка DLC-шками, это ж ты начинаешь, потом выходит DLC, все заново. Это вы успеваете поиграть во все в течение недели. Вы уже все новое, что выходит, вы уже я, знаете, как черепаха, только жаба. И поэтому у меня это все вызывает это как ты приходишь, там вкусный стол, ты понимаешь, что тебе хочется все это перекусить, но ты понимаешь, что у тебя желудок не безразмерный и в тебя просто не влезет. Жаба тогда у тебя будет постоянно да я даже с этим готов смириться, я уже смирился. Марс приходит, говорит, когда у меня просто откладывается капелька стресса в мой океан стресса и я просто продолжаю жить дальше. Будущее парадоксов это гильотин. Не знают, что у них там, но кажется, у них поток фантазии не исчерпывается. Они готовы каждую эпоху осветить в стиле императора Рима. Будь у них резервы и ресурсы, они бы по каждому десятилетию каждой эпохи человечества выпустили бы свою игру. Троецарствие Китая, Вархаммер Третий, максимальный хаос. Тут вот эта тема еще не пахана. В общем, жабе страшно. Давайте посмотрим вирусы и расслабимся. Постоянство признак мастерства. Вероятно, вы слышали это выражение и нужно признать, что с ним сложно поспорить. А, мы, кстати, это видео уже смотрели. Но в последнее такие изделия, что будь они табуретками, то ножки у них были бы разной длины, а и сидений торчали, то пики точные. Вроде смотрели. Или я сам смотрел. Квас, да, но я путаю. Торрят. Привет, друзья. Аз есть мастер квас и сегодняшней нашей темой будет Total Water и царствие. Вернее, мы возьмем эту игру как образец, на котором мы постараемся разобрать фундаментальные проблемы введения студии Creative Assembly на свои игры. кстати, с некоторыми моментами из этого видео я очень не согласен. прям поиспалм от того, как можно такие предъявы креатива предъявлять, потому что это от слова с логикой не дружит вообще. что мы с вами сегодня разберем, это проблемы не конкретно нового тайтла креатива в Трое царствие. Ну, давайте уже перейдем к сути. Исходу мы начнем с проблемы исторических тут лог, которые зависли буквально на десятилетие. И это размеры отрядов. Вот тут делаем паузу и я бью себя. Думаю, боже, человек, который придумал такую проблему, как размер отрядов, скорее всего, а, абсолютный профан в игроделании, б, не понимает, что мы не имеем доступа к мейнфреймам, когда играем в игры, и в, боже, стримеры, ну, спускайтесь хотя бы на землю, смотрите, что вокруг вас. Не у всех сли системы и в тотал варах нормально с размерами отрядов. Очень адекватно и никаких проблем с этим нет. Модами размеры отрядов нормально увеличиваются, а креативы не дают вам ваших желаемые размеры отрядов не потому, что не могут, а потому, что у них в голове, в отличие от вашей головы, дорогие стримеры, потому, что мне кажется, что стримеры деградируют мозгом, когда о таких проблемах начинают говорить. У них с логикой как раз все в порядке. И это моя претензия к данному видео. Я не знаю, зачем к вас подобную претензию вообще выдвигать, но я так понимаю, это просто перевод иностранного ролика, и я надеюсь, что он-то понимает, что это не может быть претензией к креативам от слова никак. Сражение это вторая нога, на которую опирается колосс под названием Total War. Поэтому, хоть большинство критики и будет именно к битвам, но закрывать глазам это нельзя, ведь без массивных баталий в реальном времени в играх этой серии просто никуда не денешься. И в Троецарстве нашли все те же отряды по 160 человек, между прочим, это на ультра настройках. Мало? У тебя не тормозит, когда ты стримишь на 160 человек, а у меня тормозит. Даже несмотря на то, что на бумаге серьезно, это проблема? А посмотреть, что происходит с процессором во время такого сражения не дано? Сколько там ядер и на сколько процентов загружается, когда выставляешь максимум отрядов? Размеры отрядов. Хочется масштабных баталий? Есть мод на Медевил, где можно на поле боя собрать 20 тысяч бойцов. Только играют в этот мод на таких компьютерах, что у тебя денег за всю твою стримерскую или карьеру не хватит, чтобы этот мод запустить. Потому что все крашится. Я не понимаю, чем они думают, когда предъявляют такие претензии. Ну это же даже ребенку понятно, что не делают столько, потому что не тянет мощность. Выключай, а то лоб разобьешь. Ну ладно, давайте на паузу поставим, а то действительно лоб разобью. И в этом смысле меня пугает тенденция обсирать игры до их выхода. Потому что когда они выйдут, люди насмотрятся видео, получат какое-то первомнение, а потом удивляются, почему проект загибается. Да вы сами роете ему могилу своими экспертными в кавычках мнениями. Потому что перед тем, как высказать мнение, ну сядь хотя бы, я не знаю, посчитай что-ли на калькуляторе, или посмотри пошире на мир, а не следует тенденции хайпа обсырания всего. Многие претензии имеют право на жизнь, но не это. И причем как у меня горит иногда. Честно, мне даже иногда стыдно, что, ну правда, слава богу, я подобные видосики не выпускаю, но я имею ввиду хайпапсы ранее. Точно так же и с Андромедой и анимацией. Исправили патчем первого дня, а столько же говна вы и с таким довольным лицом выливают на игры говно, и на студии разработчиков с таким довольным лицом выливают. Потом никто не говорит ой, спасибо, поправили. А хайповое видео выпустить и обосрать проекты, это же святое. Особенно, когда еще ничего не ясно. что мешает креативам? Логика. Евгений, это легко модами делается. Хочешь, выставь хоть 10 тысяч солдат. Ты не сможешь играть. Твой компьютер не потянет на поле боя об счет всех солдат. При всем желании. наивно полагать, будто креативы не хотят использовать эту фишку. Конечно, они хотят использовать эту фишку, потому что она привлечет к игре максимум внимания, она принесет им максимум бабла. Но есть что-то поважнее, а именно возможность компьютеров обсчитывать сражение. Они понимают, что если их игру смогут купить только богатые единицы, то успех и популярность в техигре это не принесет. И предъявлять им такие претензии это все равно, что, я не знаю, расписываться в том, что ты не дружишь с головой. Задвигать это как за проблему студии. Моя не понимать, как могут люди, которые не понимать этих очевидных вещей. Мне просто страшно. Куда мы идем? А что дальше? В чем еще мы обвинем судьбу? Что-то плохо. тихо, 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 тихо. Я хочу жить. Что там за смерть? Сейчас, секундочку. Я хочу выиграть это сражение, потому что все страшно. Мне кажется, что если я перестану сейчас этим руководить, то дальше мы не пройдем. мы и так уже теряем пехоту. А ну хватит, хватит тут стоять, просто отступите. Вы мне нужны будете в следующем сражении. Зараза. Вражеского лорда мы убили, а вот эти вот ребята, они мне очень не нравятся. Мне всегда потери приносят большие. Куда вы побежали, а ну назад? Ну нельзя просто студиям это забегать в качестве претензий. Вот именно это. С другим я согласен. Креативом есть много чего поправлять и много над чем работать, но не на других. Че вы тут бегаете? А ну отступили. не хочу в стратеге видеть лицо каждого солдата и анимацию каждого пальца на руках. Можно делать сражение сотни тысяч солдат. У них акцент на другом. Ну а мне интересно полюбоваться солдатами. Для меня всегда имело значение то как солдат на поле боя выглядит. Иначе есть очень хороший вариант от парадоксов когда солдат вообще не видно. Можно руководить битвой в режиме очень свысока. Тогда тут хоть миллион прорисовок низкотекстурных можно сделать. И тем не менее тоже стоит понимать что когда на поле боя движутся к примеру 10 или 15 тысяч моделек это я опять же говорю для желающих на эту тематику порассуждать берете старую игру Medevil которая без лагов идет на любом железе современном и ставите мод и с очень большой высоты пробуйте этой армией руководить и вы увидите как даже самое топовое железо будет прогибаться под количеством а потом после того как вы это испытаете попробуйте задвинуть креативом претензию по поводу того что моделек мало я например не знаю ни одной игры где 100 тысяч моделек на поле боя работают без каких-либо серьезных лагов есть такие симуляторы которые позволяют там 10 тысяч против 2 тысяч или против 6 но посмотрите как они работают стримеры иногда стримеры да типа симуляторы игры как они называются посмотрите как все эти модельки двигаются а потом потом можно будет поговорить о том проблема это креативов или проблема современных компьютерных технологий процессоров и всего остального по моему у нас это тоже есть то есть возможность посмотреть как это все работает поэтому опять же не нахожу ничего логичного в этой претензии жаб просто медь не оптимизирована да 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 и симуляторы эти тоже не оптимизированы и вообще все игры не оптимизированы все плохо а креативы должны прорвать в пелену оптимизации и вот так вот за секунду поменять игры индустрии как реды с ведьмаком третьим все так и будет работать а потом те же самые интернет чудилы будут обвинять их в том что не прорисованы лица у солдат и в том что анимация выглядит не так хорошо как им бы хотелось ведь следующая претензия в этом виде видео точнее или сразу со старта мы видим что копейщики не попадают по целям анимации не работают у всех то есть с одной стороны мы хотим видеть много солдат в десятки раз больше чем их есть с другой стороны мы хотим идеальной анимации каждого солдата чтобы был прорисован дуэль каждого солдата с каждым солдатом тогда вопрос а где логика этой претензии где логическая цепочка и как это связано с реальностью или это влажные фантазии кого-то кто хочет хочу блин бессмертие хочу чтобы весь желание как загадка или просьба какому-нибудь джину чудотворцу не вижу хоть убейте логики не вижу в этих претензиях и взаимосвязи тоже цепочки не выстраиваются вы или хотите одного или хотите другого а все и сразу и задвигать это как претензии к креативам ну тупо сорян креативы должны удешевить все железо в 10 а этих стримеров послушаешь им просто вот вот все надо сразу и на тарелке и никаких проблем с тем чтобы это предоставить нет а почему так потому что не специалисты высказывают свое аматорское мнение если бы стример который сам создал игру высказывал мнение на основании того с чем он работает о том что могли бы конкретно сделать разработчики как оптимизировать процесс и насколько это на самом деле легко воплотить такого стримера было бы приятно слушать а когда маленькие детишки на ютубе начинают задвигать с программистом по поводу того как все это должно работать это похоже на домохозяйку которая учит плиточника ложить плитку серьезно это вообще даже не серьезно смотрится вот видите вот видите забомбил забомбил потому что меня это уже давно донимает вот эти все хайповые видосы по поводу скатилась эта серия скатилась та серия все плохо нас не кормят тем что мы хотим хочется прям вот суббота объясни как креативы могут это сделать технически расписать как это можно реализовать да давай на основе того железа и программного обеспечения которое выпускается как креативы могут это сделать технически и при этом чтобы их проект был коммерчески выгодным потому что мы же не дураки понимаем что если кто-то выпускает продукт на продажу он прежде всего должен самоокупаться иначе просто смысла нет над этим продуктом вообще работать вы же не будете заниматься решением этой проблемы при этом не имея никакого дохода само собой а просить креативов это сделать тем более бессмысленно то есть представьте бизнес-план и возможно вы прославитесь и не надо по поводу того что креативы должны изобрести новое железо и что процессоры должны быть работать как-то по-другому и видеокарты и все остальное это пожалуйста отдельно к производителям вопросы сейчас улечу точно улечу что ли вы ты раздраконил зачем посылаешь такие видео страшный ты человек вот это видео лучше отдыхайте я пока посчитаю вам отряды улечу улечу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне надо расслабиться и быть немножко более добрее А то сейчас Тайфу кидаст еще и за вас Так что право, да? Отряд твое Самое приятное, что мы это сражение выиграли и можем продолжать Я не страдаю от таких видео Страдаете вы Лучше психиат, щас, 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 щас Крепитесь еще один Где мой лорд? Золото? И у этих золота Надо их поддержать Блин, и их поддержать, и артиллерии помочь Все надо Пропротивление магии С магом мы вроде отражались Хотя там магические стрелы Мак урон Я не знаю, но кто-то магический урон Ну давайте возьмем Доклюну и в бою Поверим, что это нам сейчас не умеет Сопротивление выстрелом, да, дружище? Что-то делать Жизнь плохая Все Кингейм, доказание Если будешь доставать, буду включать Я его не закрыл полностью Оно у меня висит, как этот Как Карающая плетка Жаба, не издевайся Это не я Это Штульвы Это все, он виноват К тому, что они оставили количество юнитов тоже Но анимацию не улучшили Кингейм, удерживай свой IQ на высоком уровне Лейк Драгон не нужен такой кадр Воображение должно помочь Дорисовать остальное И Имейте совесть, Юки еще девочка Нельзя вам на такое смотреть Или не девочка Фиг его знает Там тяжело понять, кто девочка А кто не девочка Имеется ввиду мальчик Имеется ввиду мальчик Останется без знаний Кого я хочу убить? Ну, повоюем с этими И мы, наверное, ни с кем не сможем воевать Во-первых, меня пугает их уровень высокий А во-вторых, ну, эти ребята У них магическая атака Это значит, наши очень сильно пострадают Поселение, само собой Тоже захватывать не очень хочется Хотя Ой, там Там неприятно Тут стен, конечно, не будет Но до поселения мы еще доберемся Как бы еще видеть, что мы можем Вообще могу А хотите, не хотите Знаете, а мы не это самое Никого, кроме их, атаковать не можем Мы даже их атаковать не можем Походу, мы можем атаковать только поселения Хотя Я про то, чтобы мы не потеряли ход Сколько у нас еще хода осталось? Подожди, как это у нас ноль хода? У нас ноль хода Ноль очков передвижения То есть мы можем сейчас захватить только поселение И все А потом на нас обрушатся три армии А как мы выдержим три армии? Ну ладно, может быть мы восстановимся Эта девочка маньяк Яндера и серийный убийца Ой-ой-ой-ой-ой Жесть Но если мы нападаем То мы остаемся с двумя армиями против себя Двумя армиями и двумя лордами Ну ладно, две армии и два лорда Это еще как-то можно пережить Так, раз Две полных армии А тут еще гарнизон Боже, ну тут надо будет гарнизон разбить Боже, куда я вас привел? Куда я вас привел? О, тут магия А поле боя? Хо-хо-хо-хо Вот это все, что нам остается Серьезно? А ну-ка, я хочу посмотреть Сколько у нас перемещения Ноль То есть мы попали в сферу влияния И мы ничего не можем сделать А если? А и отступить мы тоже не можем Да-да Проблема в том, что мы даже подвести помощь не можем Помощь не успевает И не две армии против нас будут, а три Кто помнит, сколько у нас амуниции оставалось После уничтожения одной армии Ну ладно, допустим, великие пушки могут отстреляться Ну что будут делать вот эти парни То есть сейчас мы будем сражаться до Стремительный удар, конечно Потому что всех мы не перебьем Они нас шапками закидают Но две армии нам придется С двумя армиями сладить Ну хорошо, хоть орлы, а не драконы Ага Ой, загадывайте потери Как вы понимаете, разброс будет 50 Но кажется, Кристофер Экзепютер здесь попал Ты же все равно в угол забиваешься, чего жаловаться-то А почему бы и не жаловаться Если меня кроме угла ничего не оставляют Что мешает мне жаловаться? У меня есть причина не жаловаться Текст, текст, текст Первый дредноут, твой прогноз 100 В чем мне не жаловаться? Вот-вот Не, ну хотя да, хорошо Очень хорошее место на самом деле Очень неплохое место Отсюда они скорее всего подойти не смогут А если подойдут, то малыми силами А здесь мы будем наверху Да, рельеф не очень хороший Но хотя бы пушки будут работать замечательно По врагу и издалека И у нас будет лес У них будет лес, у нас будет лес У всех будет лес Black Dragon 70 King Game 100 Николай 133 Ох, не привык я, что ты в хромовниках Мора и Сигмара Но приятно тебя там доходить А не листать в самый-самый низ Александр 110 Есть ли у меня выбор? Вообще-то я надеялся, что Мне дальности хода хватило бы Повоевать с армиями, стоящими рядом И не этого сражения я боюсь Так сильно, как передача хода И хочется себе на передачу хода Облегчить ситуацию А видимо никак Хотя Они же ничего и не смогут нанять Это, хотя бы это хорошо Учитывая, что я-то захвачу Их единственное поселение То есть все, что останется Это пережить передачу хода И этих эльфов не станет На 150 исправь, пожалуйста Хорошо Так, 150 30 Легион печенек 280 И дельшат 150 Банальное удобство Управление списка Ну, такие вещи и радуют Небольшие радости Готово Прогнозы ваши записал Сейчас надо расставить правильно армию Ой Стрелков-то будет два раза больше, чем обычно Ну, может не два Может Один и восемь раз больше, чем обычно На тут пушку поставил Упал и осталась одна Эффективность этого расчета В три раза упала Не, не хочу я так Хочу по-другому Хочу тут Тут мне будет удобнее Отдам вам фланги Обходите, если хотите Мне главное, чтобы стрелки могли видеть Свои мишени А я не бомбил Оттого, что они не стреляют Моя и ореха Оттого, что они не стреляют Оттого, что они не стреляют Оттого, что они стреляют Хреновастенько, по-другому, что там камень, да, мешает? Опять, то что ж с тобой не так-то, да? Ну, блин, я понял, как по-другому сделать, не будет так работать, надо просто вот так вот расставить, или просто вот так вот расставить, и когда надо будет, мы просто выведем их вперед. А сейчас они ни стрелкам не мешают, ни артиллерии нашей, ничему. Ну и пушечки опять придется ставить впереди, чтобы они пощекотали врага, только придется их отвести. Перед столкновением и амуницию им попытаться сберечь. Ты будешь впереди всех стоять, Шварцхельм. Ну, расстояние должно хватить, чтобы часть здоровья вы восстановили перед столкновением с врагом. Ну, и часть войска спрятать тут, небольшую часть. Делать зарядку? Не, не сейчас. Все, полетели. Они с гарнизоном идут одной сплошной линией. Окей. Видите, даже как хочу сделать. Это будет Ctrl-3. Вот так вот сделать. А вас выведу вперед. Вы вот тут можете стоять. Даже вот вы, или точнее вы, будете стоять вот тут, а вы останетесь тут. Ты чуть-чуть подвинься. Первыми к нам все равно придут стрелки. Ну, правильно, разрывные пусть будут. Вы чуть-чуть вперед. Приветик. Ух ты, они как легко по воде-то шагают. Ты вообще лучше отойди. Под выстрелы попадешь только ты. Нам сейчас Орлов надо уничтожить. Это самое-самое неприятное, парни. Это стрелки наши должны будут сделать. Ну, что, давайте стреляться. Привет. Тут есть такой вкусный, аппетитный лорд. Ой, там еще и куча... Жаба, не отвлекайся. Лорду придется пострадать. И не только лорду. А ну, отойди чуть-чуть в сторону. Апс, 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 апс. Это плохо. Этих я сохранить хотел бы. Только вас так увидели. Я думал, там основная армия. Я никак не могу привыкнуть, что у эльфов основная армия в инвизе. Как же мне повезло, что они все хотят жизни моего лорда. Ну, пошли вон отсюда. Во имя Сигмара. Пусть мне хватит амуниции. Да больно. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Кто-то нам артиллерию ломает. Не, 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 не ходи туда. Просто постреляй. А ну-ка, подсвети. Как же нам повезло, что они так далеко пока что. А то, если бы сюда еще пехота обрушилась бы, то мы не успели бы расстрелять стрелков. Хотя там еще стрелков достаточно. Орлы. Орлы, это тоже больно. Нас по сути против стрелков только наша артиллерия. Пока что работает. Надо подпустить их на расстояние выстрела наших. Так. А вы отходите, чтобы не завязался будет. Так, минус орел. Надеюсь, второй орел допустит ту же самую ошибку. Правда, вдруг стрелков стало чего-то прям очень много. Вау, 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 вау. Нам вся стрелковая пава нужна. И убейте, пожалуйста, кто-то эту женщину. Спасибо. И еще одну такую же, пожалуйста. Спасибо. Так, дерево мертво. Буду дать благословение своему ворту. Давай, давай, давай. Сейчас придется выдвигать пехоту вперед. Как бы этого не хотелось сделать, но настало время. Вражеская пехота близко. Не можем игнорировать их. Мы как бы побеждаем. И если мы победим, то враг убежит и погибнет. Отступить. Отступить. О боже, неужели? Жените, это все ваше. Но следующий бой, точнее тот бой, который будет во время передачи хода, он будет еще сложнее. Потому что врага будет еще больше. Сейчас можно сказать нам... Еще и повезло. Правда, бой будет на том же рельефе, по сути. Может, мы даже окажемся там. Сверху. И они нас еще помучают. Вам нечего взять, а вы... Есть тут хоть одна рабочая пушка. Ни одной. Даже нечего взять. Это победа, друзья. Но мы подождем максимум времени, чтобы наши лорды хоть чуть-чуть восстановились. Хоть по 200 здоровья, чтобы восстановили на регенерации. Еще 5000, половина здоровья от того, с чем начинал. Следующий бой нам этого не простит. Следующий бой. Минога с крабом. В смысле... Вархаммерского. Или обычного. Бегите, глупцы. Надо было с самого начала, как только они объявили войну, выделить одну армию и уничтожить их. Мы бы не оказались в таком грустном и печальном положении сейчас. С другой стороны, это, конечно, целиком и полностью на мне, потому что это я отправил одну армию без подкрепления в виде 20 отрядов Деппельзольднеров. Хотя, если бы я подождал один ход, то, очевидно, сюда бы пришло две армии. С другой стороны, все те золотые монеты, которые мы в этом сражении заработаем, и в предыдущих заработали, все они пойдут на рекрутинг. Так что этот поход, даже в случае, если эта армия погибнет, мы окупили финансово. Правда, конечно, если погибнет сам экзекьютор и герои, которые с ним пошли, то это не окупится ничем, потому что он до своего бессмертия не дожил пока что. Давайте считать результаты. Шикарно! Только 28 бойцов отдали своей жизни за такой результат. Поэтому все, кто загадывал до 78, оказались правы. А у нас есть кто-то, кто давал столь малый прогноз? По-моему, нету. Хе-хе-хе-хе-хе, никого. Зато есть двое, кто дал прогнозы близкие. Боец Монолита и Кингейм. Загадали по 100. А вот кто из них окажется победителем, нам подскажет генератор случайных чисел. Сейчас мы у него спросим. Блин, надо свет включить. А то я как-то странно на вебке выгляжу. Мне надо себе тут услать хорошенько свою простыночку. Ну, чтобы хорошо было. Удобненько. Такс, а ну-ка генератор. За работу. Помоги нам выбрать между первым дредноутом. Нет, между Кингеймом и бойцом Монолита. Первый будет боец Монолита, второй будет Кингейм. Сейчас мы узнаем, кому достанется право на отряд. Кингейм, поздравляю, право на отряд достается тебе. Твой прогноз дважды испытал удачу и теперь у тебя пять прав на отряд. А, ну, знаете, что мне еще интересно? У меня на вебке какие настройки? Ага, нормально. Хорошо. Такс, ну чего? Артиллерия справилась лучше остальных. Мы сделали ставки на пушки, они нас не подвели. Хотя и стрелки очень хорошо отработали. Но это потому, что они получают максимальный бонус. Артиллерия еще может выжать бонусы. Стрелки уже получили максимальный бонус от лорда. И такая неплохая часть эльфийской армии у нас с плеч сваливается. Теперь они все пострадают. Может быть даже нам понадобится меньше стрел, точнее меньше пуль для того, чтобы их уничтожить. Защита в ближнем бою плюс пять, сопротивление магии пятнадцать. Магический щит, шанс получить предмет. И Торгован захвачим. А Торгован был целью, походу, интересно. Нет, не был хорошо. Значит, мы все сделали правильно. И выйти мы отсюда не сможем. Но зато восстановим свою армию. И может быть даже сможем из общего резерва черпать один отряд. Не возможно. Не возможно. Просто двадцать. Двадцать это будет сорок. Пятьдесят шесть. Пятьдесят семь отрядов против нас будет. И может быть еще и эти эльфы сверху докинут, но это уже отдельным сражением. И может так быть, что они нас просто осадят, но не начнут с нами сражаться. Но, скорее всего, могут и сражение объявить. Так, это какой у тебя уровень? Пятнадцатый. То есть до грифона тебе совсем чуть-чуть не хватает. Можно, типа, как сопротивление выстрелом десятипроцентное взять. А можно упоение битвы и сопротивление физическому урону для тяжелых мечников, атаков и защитой в ближнем бою. Если они восстановятся, то они будут круче. Они будут круче. Честная сталь – сила оружия этих же мечников. Да, 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 да. Пятнадцатипроцентное сопротивление физическому урону. Очень хорошо зайдет к десятипроцентному спасброску. Но, конечно, я бы апнул артиллерию. Правда, пока что только урон от выстрелов можно шестипроцентный дать. Даже десятипроцентные боеприпасы мы дать не сможем. Потому что, помните, что, чтобы уничтожить всего лишь 35 отрядов, да, не 60, как в бою при передаче хода, а 35 отрядов, мы потратили почти всю амуницию артиллерии. Так что нам амуниция артиллерии очень пригодилась. Ладно, делаем ставку на упоение битвой. Этот бонус мы своим бойцам дадим. Лорд у нас не просто так. У него спасбросок и сопротивление выстрелом хороши. А можно ему дать что-то типа... Я знаю, что ему дать, чтобы у нас было больше шансов выиграть сражение. Ему надо дать зелье стойкости. Вопрос только, у кого мы отнимем. Андреас хитрый лэнглицепелин. Или Александр Керенский. Но у него тоже такая ситуация не очень хорошая. Зелье стойкости. Андреасу. Он на этом ходу ни с кем не будет сражаться. Пусть передаст зелье стойкости, потом мы ему после боя вернем его. Ну и Бейлиф нам тут лишний. Минус 8 дисциплина. Силы магии нет. Так что Бейлифа уберем. Не хватает мне тут мага. С магом, конечно, было бы веселее. А место для мага есть. Ну, добыли. Добыли тебе спутника хорошего. Так, у нас 31 тысяча в казне. Мы можем взять пехоту из общего резерва. Или взять одну мортирку из общего резерва. С чем повезет, зато и будем благодарны. Давайте мортиру. Она нам даст больше пользы. Рака богомола с черным долгоносиком. Иглохвостый стриж с трекозой. Жаба, выбирай. Нет, я не наркоман. Точно не наркоман. Ну, пусть зрители выберут. Плюс, кто за драку краба с осьминогом. Минус, кто за битву рака с богомолом. И ноль, кто за битву иглохвостого стрижа и стрекозы. Хотя, как иглохвостый стриж может сражаться с стрекозой? И что стрекоза может ему сделать? Молитесь за Кристофера Экзекьютора. Александр Керенский. У него еще меньше отрядов. Ну и опасность, которая ему угрожает, не такая страшная. Но, тем не менее, все еще страшная. Потому что это страт-ход. И к нему на помощь может прийти еще Дадан. Ну, Дадан, конечно, может пойти на наковальню Ваула. Наковальню Ваула мы захватили. Она сама себе... Сама себе все. Налоговая ставка пусть тут будет. А что за постройки мы здесь можем сделать? Стен здесь нет и не будет. Я не знаю, устоим мы или нет. Но... Нам придется отдать немного денег на начало строительства. Потому что если мы устоим, то скажем себе спасибо за то, что мы инициировали здесь строительство. Ранг новых отрядов для арбалетчиков и копейщиков. Содержание всей армии минус 3. Производство... Ну ладно, допустим. А сколько у нас здесь места? Места у нас здесь архи много. Дополнительные ячейки в поселении 5. А свободно 1, 2, 3, 4. То есть еще одна ячейка будет дополнительная и все. Можно будет здесь выстроить конклав магов. Но вот супер найм мы здесь точно не сделаем. Поэтому, наверное... Наверное, все это будет заточено под экономику. Так что хижину лесоруба... Не наверное, а точно. Здесь будет экономика. Мостовые. Экономика, экономика. Что еще будет составлять нашу экономику здесь? Не, ну мы можем рейкспорт поставить для гарнизона. Имперскую академию в будущем. Магов дать. И часов для Зигмара. А еще можно выстроить учебный плац, чтобы увеличить количество имперских капитаний. Чего моргаешь? Смотрите, как он моргает приветливо. Говорит, чувак, строй меня. Ну ладно, хорошо. Давайте еще учебный плац. Сухо мы потратили 3000. Тремя тысячами и рискнем. Рискнем, поверив, что никто не сможет выбить отсюда Кристофера Экзекьютора. И что мы здесь надолго. Мы, конечно, можем подправить наших Деппельзольднеров вперед. Отвлечь на себя какую-то часть эльфийской силы. Но нет. Я не знаю, кому понадобится большая помощь. Если что, на марше я приду и к наковальне Ваула, и к Венелю. На помощь. Все. С эльфами мы разобрались. Так что эльфов мы больше тревожить на этом ходу не будем. Ютор. Второй раз он захватывает город, который должен был быть взят священным походом. По-моему, первый раз Мору захватил. Ну да. Или это у нас этот самый. Кто, 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 кто. Сейчас скажу, кто. Люциус Веч. На прошлом стриме, по-моему. Или на позапрошлом стриме у нас тоже был вопрос по поводу того, почему не тот лорд делает не то. Чего это я себе подумал? Я посмотрел, что вековой дуб. Это не вековой дуб. Но это же тоже, это же наковальне. На нее тоже был священный поход. Так. Ну ладно. Видимо, интуиция или сама судьба, или сам Сигмар поруководил нами. И отправил наше войско сюда. И мы таки разбили наших врагов. И все это к добру. Должно быть к добру. Иначе Кристофер Экзекьютор погибнет. За свои амбиции. Здесь. Но постараемся, чтобы этого не случилось. Ну что ж. Давайте более серьезного соперника теперь попробуем победить. Это Видимар Потрошитель. И армии, которые будут пытаться его одолеть. А ну же, образ, соберись. Меньше ошибок, пожалуйста. Хотя, конечно, на стратегической карте-то такое. Главное, на тактической не проигрывать. На август, август, август. Ты бы тут пригодился. Деппельзольднеров для защиты армии нам хватит. Отвлечь избранных у нас будет кем. Вражеская кавалерия, в принципе, не опасна, учитывая, что больше никого не будет. А вот артиллерии, не та артиллерия, которую бы хотелось видеть на поле боя. Так это аниме назвать Сатерафар Марс. В сюжете веселый есть три сезона жабы. Я в чат кинул сюжет без спойлеров. Так что, если захочешь, можешь с Соли посмотреть. Это аниме. Оно жестокое. Хорошо. Так, ну давайте посмотрим. Все, убрал ты плеть в своем новом видео. Теперь я вам Юки врубить не смогу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 так с 1 дредноут 190 легион печенек 25 он точно новенький если при борьбе с норской ты загадываешь 25 то значит ты не знаешь какие подарочки нам норска преподнесет в виде избранных king game 100 как бы мы не хотели минимум 20 кавалеристов погибнет в первые 60 секунд боя и этого не избежать никак 268 пан это еще если нам повезет что избранные будут призваны против нашей кавалерии а если не повезет то потери пехоты будут тогда больше фардекс 280 а маг света на него не света точнее это другой маг на него особо не рассчитывайте потому что он первого уровня по-моему ничего не умеет а если умеет то что-то очень слабое он сюда идет чисто тренироваться так александр твой прогноз 150 ворон эндзу 700 шалом алейки имперского хаоса установительного молтана болтанга все опять штули вытера фарминг кидает два колонизаторы нашли друг друга я что я где-то то ворот приветствую таксу ворона наверняка тоже что-то и в виду этот ролик подожди а кто ж тогда такие рак против ну и первый вариант рак против богомола да а первый вариант ты предлагал не помню не помню не скажу все давайте сражаться регион печенек как получить отряд если право на отряд у тебя есть то тебе достаточно написать в чат название отряда и просто проследить чтобы я увидел то есть чтобы я записал его в таблицу твое название отряда ну или можешь связаться со мной в контакте или фейсбуке и там уже дать название отряда если не доверяешь так сказать это чату или написать после стрима название отряда если ты получил право на отряд это тоже хороший способ сообщить такс продолжить бой продолжить бой нам бы его еще начать правильно правильно у нас много кавалерии будет у нас за спиной придет артиллерия придет она в лес и за спиной врага придет артиллерия а тут из лесу через лес наша артиллерия будет идти долго и мучительно так что нам придется расставлять свои войска вот тут вот чтобы артиллерия пришла из спины понимаете мы пока можем положиться только на один отряд стрелков которых мы окружим огромной толпой деппельзольнеров в лесу спрячем грифонов демигрифов только чтобы они на избранных не нарвались с другой стороны я не могу не подставлять под хотя не у меня нет такой возможности избранные скорее всего будут призваны против наших кавалерий так что поставим их здесь ну а мак так как он практически ничего не умеет будет стоять за стрелками все полетели все полетели народ хочет танков пожалуйста танков народу а будут тебе танки я понял спасибо один есть отлично у боже они сюда идут так назад а а а а а а а это что то уже начинает напоминать избранные пошли да отлично на лорда хорошо значит кавалерия драку с избранными избежала лава 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 ребята так не должно быть и это чё такое не собираюсь здесь терять свои отряды давай дружочек иди сюда о боже наша кавалерия сделала больше чем мы даже хотели она отвлекла на себя практически половину вражеской армии ей конечно это может дорого стоить но продолжается на это нравится отступить а что с вами почему мы вас терпим о приветики так здесь мы справились вперед на помощь кто это у нас тут собирается нам помешать вала лава 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 осторожненько а ну-ка попробуем и не отступать атаковать сила на нашей стороне даже тут о чем о чем о чем о чем это А ну-ка, можете обрушить что-нибудь вот сюда. И где мои... Сюда давайте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хотя давай сюда. Гораздо полезней. Тут у нас стрелков хватит, чтобы... Вольфхеднаров этих, тут их всего 9 осталось. Хотя, конечно, они регенерируют. Отступить. Ух ты же, они наш отряд покусали. Ну, отступить. Я и этот отряд тоже избранное покусали. Хорошо. Сюда бы паровой танк, чтобы помог справиться. И... Смогли? Не смогли? В атаку. Я знаю, что пришло сообщение. Сейчас посмотрим. 1 на 3 от легиона печени. Угу. Посмотрю. Благодарствую. Сейчас только разберемся с тем, что у нас тут происходит. Избранных мы практически погубили. Вы куда собрались? Я вас не отпускал. Ох ты, тут какая резня. Да, мой лорд! Целестивная мощь! Попробуй! Кто это тут гоняется? Кавалерия, да? Не Вольфхеднара. Вольфхеднаров мы боимся. Вражеский лорд мертв. Теперь осталось добить отряды. Но так, чтобы своих не потерять, отступить. Кавалерия моя тут выжила? Да, выжили. Молодцы. Вот этот отряд совсем на краполях остался. И кто это, получается, у нас один живой из врагов? Только вот этот отрядик. Диме Гриффона помощь. Это друзья победа. Что-что-что-что-что-что-что? Вы гоните их? А сколько их? Ну так развернитесь. Все просто. Не хотят они так сражаться. Хотя это странно. Давай-давай-давай-давай-давай. Тебе один раз выстрелить. Только, конечно, при этом надо попасть. Зато наш отряд отведем. Вторая попытка. Пока никак. Третья попытка. По-моему, есть. Отлично. Все. Это победа. Сейчас, может, еще третья попытка будет удачная. Ты можешь ехать и стрелять? Не может. Давай. Тогда просто атакуй. Красава. Все, больше не надо. Всего один грабитель-всадник остался. Его не спасет никакая регенерация. И это должна быть победа. Есть. Как я говорил, даже если у нас будут большие потери, но мы при этом не потеряем ни одного отряда полностью, это сражение для нас будет означать полный успех. Потому что армия врага будет уничтожена, а наши отряды успеют восстановиться. Так и есть. Обстановку на фронте с эльфами? Сейчас покажу. Самым сильным ударом, а черный долгоносик, насекомое с самым прочным панцирем. Ага. Пан, рано ты говоришь, давай распределение крепостей, а потом ты мне в ВК напишешь, когда мы их захватим. Потому что я сейчас точно не запомню и... Один отряд легиону печенек, хорошо. Легион печенек, твое право на отряд. Ты хочешь присоединиться к сынам Мора и Сигмара? Если хочешь, напиши. Апан, напиши, что ты принимаешь. Так, 222 наши потери, разброс 50 означает, что все, кто загадывал от 172 до 272 получают право на отряд. Ну или тот, кто подошел близко к этому прогнозу. 172 272. Первый дредноут, твое право на отряд. Фан, твое право на отряд. Фардекс буквально на 8 переборщил с прогнозом. Так бы получил право на отряд. Game of Thrones Genesis, основанное на событиях книги Песнь льда и пламени? Не, не знаю. Так, хорошо. Доспехи из посеребренной стали. Неплохой артефакт. Димитрий Альбиапонтик его получил. Гонца получили, дозорного получили. Давайте посмотрим, смог ли Димитрий Альбиапонтик. Нет, у него уже был артефакт. Так что этот артефакт достался кому-то другому. Или достанется кому-то другому. Сейчас определим. Что у нас умеет Димитрий? Это для него 13 уровень. Еще 3 уровня и он сядет на Грифона. И еще 7 уровней и он обретет бессмертие. А пока что он должен получить благословение для своего войска. Ну или сам воспользоваться благословением. Машины, стрелки или артиллерия. Что? Или сплочение. Машины, стрелки или артиллерия. Хм. Но сложно. Давайте стрелки. Второй уровень для нашего мага. Гармоничное сияние. Пока что ничего особенного ему не дает. Только мы ему можем спутников дать. Неплохих и все. И Феликс Фолькман получает уровень. Только это ему опять же ничего особо не дает. Будем качать его в мастерство клинка. А Август Фангагенцолерн. Увы. 17 секунд. Спас бросок. Откат 60. Или плюс 10 доспехи. Ну конечно зеленый артефакт. Но. Мне кажется зачарованный щит все таки посильнее будет. Так. Тут гонец писец есть. А у Альби Аплантика. В мастерах. Гонец есть. Писец тоже есть. А кто ему не нужен? Аристократ. Уберем. Все. Август практически исчерпал свой ход. А сердце империи почти очищено от войск Зимнего Клыка. Осталось 2 армии. Если поверить, что зеленокожие не будут нападать на нас и на этом ходу, то Августу стоит заглянуть в Некрополис. Стоит ли? Сколько у нас еще 4 хода будет? Да, стоит наверное. Не хотим же мы восстания в Некрополисе. Если он сядет здесь, то откатим восстания еще сильнее. А вот Влад фон Карштайн. Ну тут он помогать бороться нам не будет. Смысла нет. Отправиться сразу к Бекхаффену. Хотя, по идее, он должен был бы защищать Некрополис. И получить какие-никакие хорошие войска. Но у нас нет выбора, потому что Зимний Клык ударит по нам. А одним Шенковским мы там не обойдемся. Феликс Фолькман может идти к Рейкланду получить там новые войска. Или к Франденбургу получить там новые войска. С другой стороны, он может поспешить на подавление восстания к Талабхайму. Хотя, это может и Альби Апотик выполнить сам. Да и не такими же войсками нам в Талабхайме орудовать. Давайте даже так. Руди Вальгейра отдадим Дмитрию. Он будет помогать тренировать армии, которые Дмитрий поведет. А с восстаниями и таким количеством стрелков до пельзольнеров и магов мы справимся. Восстания в Талабхайме по идее нет, не будет, в Хергиге будет. Вот куда нам надо отправиться, на марш. За сколько ходов ты будешь в Хергиге? Если на марше, то за два хода. Восстание восстанет, восстание наберет силу и потом Дмитрий сможет его разбить. Хорошо. Хотя, может быть, и артиллерию стоило бы ему дать и на летчиков. Как-никак. А потом Дмитрий распределит эти войска и уже получит себе в армию танки. А ну, давайте так и сделаем. Феликс отдаст максимум войск, который может Дмитрию. Ну, на летчиков так это точно. Деппельзольнеров тоже. Алибордистов тоже. Ага, нет. Тогда давайте вот это вот отдадим. И давай сам через Грюндбург в Рейкланд отправиться. Гюнтер Хассельгов у нас еще есть. И он должен получить стрелков и он должен получить еще артиллерию. И должен кому-то отдать своих арбалетчиков и свободные отряды ополченцев. Вот Гюнтер Хассельгов вполне себе подходит на роль штатного защитника. Поэтому он отправится в Темпель Гофф. Там нам тоже светит восстание скорейшее. Он там будет прокачиваться. Тут у нас, конечно, еще есть Густав Придскок с огромным количеством артиллерии. Вот он может поделиться этой артиллерией с... Ага. Нет, не так. Илая Калидон. Илая Калидон. Его надо прокачать! тут у нас возле аверхайма будет восстание ему бы тоже надо хорошие отряды вместо вот этого всего сборища у андреса мы точно качать не будем он должен нанимать войска штикбибер возле горы грома должен будет отбить восстание он может прокачаться до бессмертия зачем тебе маг самоучка если ветров и так дофига нужен потому что у нас бывает сражение где мы исчерпываем полностью ветра магии правда нет бывает другая ситуация и ветра магии мы полностью не исчерпываем а мы доходим до такого состояния когда скорость восстановления ветров магии очень медленно и соответственно а сражение все еще продолжается нам просто не хватает тех ветров с которыми мы начали которые успели восстановиться вот как правильно будет сказать столица регионов эльфов на которой нет сп так столицы регионов эльфов тебе сказать это тут есть эльфа которая скорее всего на нас нападут мир альяно на него нет сп сп осталось на лючине на вековой дуб сортоза уже не работает потому что мы ее захватываем на этом ходу мир мидэнс мир альяно и мир мидэнс вот два города на которые которые являются столицами своих регионов и при этом на них нет освещенных походов хотел чтобы я показал тебе что она с эльфами проблема у нас будет при передаче хода потому что кристофер экзекьютор если он не успеет восстановить здоровье бойцов и нанять пушку будет отражать нападение четырех эльфийских армии трех полных двух полных одной почти полной и лорда нам банально может не хватить амуниции чтобы всех эльфов перебить так что тут могут быть при передаче хода очень большой потери так ладно чё думать давайте нападать карлуша должен будет дожди жаба нет 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 так не работает же погодь если уж и нападать то надо чтобы кто-то здесь получил дополнительный уровень евгений совойский может поучаствовать аж двух сражениях это может для него означать 15 уровень в уровне для наших магов но как я говорил неплохо было бы его отвести к бэкхаффен или завастри с другой стороны фон карштайн уже тут и андреас тут что я теряю что я теряю если я подожду два хода не произойдет скорейшего завоевания кислева но зато армии будет больше зимнего клыка да это страшно с другой стороны это прокачка лорда при я боюсь что при всем желании отвезти евгения все таки разумно будет его на марше вести сюда чтобы он поучаствовал в сражении . . . получил уровень я знаю что не и вынужден атаковать стремительным ударом прокачки лордов не будет карлу францию его армии качаться смысла нету они у них у всех кроме как у копейщиков золотые лычки у него 40 уровень то есть битва спавом большим может принести нам только дополнительные артефакты и раздельная битва с этими двумя лордами может принести нам только дополнительные артефакты Ну, конечно, дополнительный артефакт это причина повоевать, просто я боюсь, что когда армия второго лостерика, брата-убийца отступит, то мы уже ее нифига догнать не сможем, и поэтому лорды не получат свои прокачки. То есть, есть такое опасение, что либо мы сражаемся с двумя полными армиями врага, надеясь, что мы их уничтожим, при этом сами не потеряем ни одного отряда, либо мы с вами, ну как можно не потерять такой отряд, наладан дышит, либо мы с вами Карлом Францем уничтожаем верхнюю армию Пава, а потом надеемся, что мы сможем дать прокачку золота еще. А, не, ну да, Карл, если пройдет два отдельных сражения, то это будет как минимум 12 тысяч казну, у Карла же большой бонус на получение, слушайте, ну золото это да, фсб, песня в тему, деньги решили, деньги решили, нам нужно золото, друзья. Блин, ну я все-таки отвел сюда двоих лордов для того, чтобы дать им прокачку. Жаба, жаба. Ладно, пошли, загадывайте. Да, мы можем организовать себе полное строительство, в принципе. Во-первых, и строительство на этом ходу, и полный рекрутинг, то есть получить как минимум 3 дополнительных армии, потому что на этом ходу мы с вами потеряли не 6, а отрядов 10. Согласно таблице у нас только именных отрядов потеряно с начала кампании уже 80, 81, а действует 428. То есть с начала кампании мы с вами четвертую часть всех именных отрядов потеряли. Четвертую часть. А если считать тех копейщиков, которых мы не записывали, то считайте, что потеряли, наверное, 100 и 120 отрядов. Я уж не помню. Никитка, да тут еврей не еврей, но если ты понимаешь, что твое выживание зависит не только от качества, но и от количества отрядов, которые ты привел на поле боя, то будешь понимать, что наполненность казны решающий фактор. Какой разброс? Разброс 50. Карл, конечно, справится, его РСЗО будет работать, мы не заставим его замолчать. Мы не будем геройствовать. Но, тем не менее, посмотрим, может враг нас удивит. Все-таки это зимний клык, это даже не Норска. Помните битву с трогом и с его мамонтами, как было сложно. Так, Олечка, что такое? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Чем думает этот человек? Остается загадкой. Пан, 78. Логично. Если разброс 50, то таким образом можно захватить самый большой спектр цифер. Александр, 90. Тоже нельзя придраться. Хотя, конечно, если мы, к примеру, меньше 40 потеряем, то будет уже недобор. Первый дредноут, 55. Я бы даже сказал, что это самый продуманный прогноз. Который, скорее всего, осуществится. Фардекс, 70. Тоже похоже на правду. Николай, 83. Тоже близко. Жаба, священный поход на мир Эльяно. Мои 10 прав. И священный поход на мир Миденс. Забирай права у Владислава Ставы, Семена. Угу. Я понял. А-а-а! Это ты формируешь дорогу для армии Блэк Драгона, потому что он единственный из вашей фракции, кто ближе всего к этим городам и способен совершить священный поход. Единственное, что я бы все-таки подождал бы один ход. Знаешь, почему, пан? Потому что что-то готовят и другие эльфы против нас. И так может случиться, что... Хотя ты в любой момент можешь еще объявить походы. Хорошо. На мир Эльяно и на мир Миденс. Два похода. И у тебя остается одно право. Так. Десять прав твоих. И... Забирай права у Владислава, Семена, Вовы. Забираем права у Владислава. Одно право. Считайте. У Семена это уже два права. У Вовы это четыре права. То есть шесть прав. У Коленьки, Чакая и Велака. Коленькая два права. Это восемь прав. Чукай одно право. И Велак. Тоже, видимо, одно право. Угу. Все. Итого, ваша фракция сейчас держит раз, два, три, четыре, четыре похода. Арк-Рояль Блэк-Драгону достался. Но это не поход. А... У кого иду? Плючини, Миральяну, Миромиденс. То есть мы осуществили только... Угу. Понятно. И было четыре права. Так теперь и есть. Все понятно. У Великого Ордена Императорской Рейкс-Гвардии три права. Кислев, Латерн, Черный Утес. И Кислев, скорее всего, будет осуществлен. Караза-Карак и два города Ордена Крови Сигмара. Это после начала войны с Зеленокожими. 50. Разброс потерь от Блэк-Драгона. Хорошо. Илья 200. Хорошо. Готовы. Если только на Твиче нету прогнозов. Кастрофил, приветствую. Че, у меня борода посидела? Ну... Наследственность такая. Рано седые. Так. Гидра, твой прогноз 100. Тоже запишу. С Твича. Арк-Рояль это наковальня Ваула? Да. Я вернул 10 прав за Арк-Рояль. Его захватил... Кто его захватил? Его захватил... Экзекьютор. Это во-первых. А во-вторых, его себе приобрел Блэк-Драгон. Так что 10 прав я верну. Это тот поход, который должен был состояться, но не состоялся. Ну, приветики, Норска. Давайте вас испытаем. Только сразу в сердце. Сразу в сердце бей. Карлу придется собрать их кучу, чтобы наша артиллерия уничтожила это все. Что ты думаешь? Колесницы то не страшно. Так что начнем с троллей. Колесницы мы и стрелками расстреляем. А если что, законтрим кавалерию. Ты куда? А-а-а-а-а. Ты... Что ты творишь? Я ж указал, куда стрелять. А вот тебе надо эти колесницы тиранить. Так, давайте не пустим гада сюда. Ненавижу избранных. Так, все самое сильное, что мы могли использовать, мы использовали. Кроме выстрелов нашего СССР. Они еще будут нас врадовать. Избранных мы два отряда законтрили. Колесницы не подходят, потому что стрелки их уничтожают. Теперь главное пехотку не пустить. Она поопаснее будет. Может быть мы разберемся без потерь. Если еще добьем этих троллей нашими стрелками. Да, добьем. Так. У нас же тут есть еще мортирки. Победа близка, вы думали? А ну-ка, поддержать Карла. Вы достаете? Да, не достают. Ладно, тогда и вас по этой пехоте. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это добьют стрелки. Так что, вперед. Последнее, что нам осталось, это убить окружение Карла Франца. Не уползите сюда. Наши стрелки уже в предвкушении. А ну, Карл, ты, видимо, их смущаешь. Уходи отсюда. Да и вообще, тебе тоже желательно уйти с линии огня. Все-таки это не единственная армия, с которой тебе придется сражаться. Хотя, во втором сражении мы уже в СЗО использовать не будем. Сами понимаете, почему. Потому что нам там войска надо качать. Так что, второе сражение, если наши второстепенные лорды дойдут, оно будет уже реально с потерей. Ноль потерь. А вы знаете, что это означает? Что те, кто таки позволил себе поверить, точнее, не поверить в то, что без потерь нельзя, оказались без прав на отряды. Блэк Драгон, твое право на отряд. Ты угадал. Пан, увы. Первый дредноут. Ты был очень близок, но увы. Все, кто загадал до 50 или 50, оказались правы. А все, что свыше, то от лукового. То оказались неверные прогнозы. Почему за одни сражения вы получали 6 тысяч, а тут только 1860 за такое? За целую армию? За убитого лорда? Не, не понял. Паф-то большой. А дали за него совсем чуть-чуть. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Содержание для всех войск армии лорда. Что-то мне давало очень серьезную надежду. Содержание минус 50 для всех войск армии лорда. Шанс успеха действий не то, защита не то. Доход от трофеев после битв. 10% от Калмараза. Но его у нас, по-моему, еще пока нет. Доход от трофеев после битв 100%. Рейкландский Руноклык. Он у нас есть. То есть должен быть удвоенный доход от потерь. И не только это. Что-то нам еще должно давать. Что-то нам еще должно давать. Доход от трофеев похищения ради выкупа 5%. Это за что? Победа над Скарстником. Шанс избежать засады плюс 20 армия лорда. Верните Скарстника. Это надо всем нашим лордам, чтобы сражаться против этих самых. А, ну и больше ничего нам не дает дохода. Да. Что-то маловато. Ну что, Евгений? Прокачали магов. Прокачали. Рад ты же вог магов отправить сразу при первом же сражении в армию Франца. Заказное убийство. Шанс на успех плюс 10%. О-хо-хо. Это то, что нужно. И Гельмут Браун тоже давай в армию Франца. Тут никого? Что император предлагает? В атаку. Я принц и император. А, 5к сбоя получил. Плюс 1800 спленных. Я сегодня вообще невнимательный. Серьезно? Я получил деньги? А ну-ка. Я сейчас на казну свою хочу посмотреть. Если я получил деньги, то у меня там должно... 38 472. Да-а-а-а. У меня было 28 тысяч. Мы провели несколько сражений. Теперь 38 тысяч. Похоже на то. 5к сбоя получил и сейчас. Еще рискую получить 5к. Ммм. Это у нас будет 43 тысячи. Это хорошо. Это прям обнадеживает. Загадывайте потери. Получил 5 тысяч. Ага, хорошо. Вечером Stellaris будет. Вечером будет у Оли стрим по Assassin's Creed. Валя мне уже намекает. Типа, Вали, давай. Сейчас, сейчас. Битва. Битва, Олечка. Битва и все. Битва и все. Это что такое? Это маяк. Как отдельная карта. Прикольно. Ну, мы расставлять армию будем вот тут вот. РСЗО, как я говорил, участвовать не будет. Будут участвовать только стрелки. Данила, приветствую. Ну и надежда на прокачку магов у нас остается. Так что магов сюда, с тобой. Кавалерия по бокам. РСЗО, как я говорил, участвовать не будет. Так что мы его просто поставим. Почему не будет участвовать? Потому что мы будем качать стрелков из армии под крепление. Максимум мы, может быть, из этих пушек обстреляем кого-нибудь. И все. Типа, чтобы инициировать сражение. Они не такие убойные. Чукаи, приветствую. Я вроде от тебя потери записывал. Так что ты тут был. Так, разброс 50. Где тропика четыре раза в неделю? Стелларис четыре раза в неделю. Стеллариса будет больше, когда мы начнем новое РП по Стелларису. А то я боюсь, что мы закончим РП по Стелларису и будет перерыв. Потому что я еще не готов новое РП стримить. Потому что я еще не попрактиковался в новой версии. А еще сверху положите на это Император Рим. И вы поймете мою ситуацию. Кто-то из нас очень сильно не вписывается в свой же график. И это не вы. Значит, это я. А еще у меня в планах из-за бана позаписывать по Тея в качестве серии. То есть мне надо парочку дней, когда стримов не будет, а будет запись. Будет много записи. Такс. Первый дредноут. 50. Разумно. Но. Но. Но все же разумно. Это все равно разумно. Даже если учесть, что потерь не будет, ты все равно выиграешь. Если потерь будет 50, то ты все равно выиграешь. King Game 150. Пессимист. Уважение Карлу Францу. Это же он воюет. Не может быть так много потерь. Чокая 70. Данила 50. Данила, Данила, Данила. А, вот. Нашел. Николай 96 и Фардекс 70. Кусками. А, понял. Так. Замени на 50, плиз. Хорошо. Game заменяю на 50. Я совершенно забыл. У меня там запись идет. Опять будет трехчасовое видео. Извините те, кто будет смотреть в записи. Я не смог сделать вам комфортных условий. Я так заигрался, что совершенно забыл отключать и включать запись. Поэтому вы получите сразу кусок, как и стрим. Я думаю, что вы меня за это простите. Сами делите его. Смотрите. Ну, в записи Патэ завоевается быстрее. Это без вопросов. Так что, в каком-то смысле, это даже хорошо. Гидра 50 на твиче. Прогноз хорошо. Ой, какой широкой линии они идут. Ну, там, конечно, кавалеристы-стрелки. То и понятно. Это вот этих мы, что ли, хотим качать? Они ж еле живы. Иди сюда. Ну, че, враг, тебе там не вариант стоять. У тебя стрелковая кавалерия. Это тебе надо ко мне идти? А то я могу тебя заспамить. Представь, и так урон от этой артиллерии немаленький. А сейчас еще больше будет. Стрелки-стрелочки, быстрее, 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 родные. Не успеете к обеду, пулек не настреляете. А пулек не настреляете, врага не убьете. Так, и нам нужно избранных получить. Как получить избранных? Атаковать Франц. Покажите нам огонь. По избранным. Ты можешь Францию-то дать? Не можешь, да? Давай тогда хотя бы огне шарка. Франц, держись. Знаю больно, но каким-нибудь избранным тебя не взять. Держите подарочек от наших магов. И... Хотя у Норски сопротивление к магии. Но тем не менее, немножко кусает магией. Хорошо. Держите подарочки. а ну пишет сюда это такая толпень стрелков что перед ними не должен не устоять никто сейчас еще если бы под бафом мага они оказались 5 секунд и скоро окажется это был огненный урон наносили было бы вообще мощно держите разносите все так не не тратьте на лорда пожалуйста давайте сначала кавалерию как-нибудь разобьем так нас же не обходят ни с какой стороны мы с кем-то очень страшным сражаемся настолько страшным что его стрелки просто не пробивают 50 процентов сопротивления выстрелом 35 урона и 15 просто тихо 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 кавалерия кавалерия в первую очередь она не-не-не-не-не-не-не-не-не вот это уже лишнее это уже лишнее от слова совсем так но под магическим уроном по идее по нему должен проходить под магическим бафом урон и должен проходить хорошо а хотя подожди сколько у него сопротивления магии ах сто процентов все оставь надежду всяк сюда входящий не пройдет по нему этот урон просто просто массовая застрела придет к тому что мы этого гада одолея но пулек он наших сожрал много если бы это был один лорд 40 отрядовой хасидской армии то я бы по нему даже не стрелял жаба у меня в две тысячи триста двадцать первом году уже пришел хан что делать у тебя есть два варианта в стелларисе либо ты ничего не делаешь то есть смотришь как он пожирает всех остальных и может даже сдаешь территорию если ты не можешь его победить и ждешь пока он умрет он умирает распадается все им завоеванная вся вот эта вот империя а ты пострадав начинаешь восстанавливаться заново либо качаешь на нем флот тут зависит от того с какой силой он пришел ну и помни что воюя от обороны ты можешь победить практически любой флот который против тебя выставили то есть выстраиваешь максимальную крепость собираешь возле нее свои флотилии враг прилетает в систему начинает обстрел крепости фокусировку ты с флангов начинаешь бить его флотилии уничтожая тяжелые корабли крепость впитывает урон ее восстановление тебе ничего не стоит а твои корабли потом вступают в сражение в результате ты десятью тысячами плюс станции можешь разбить 15 или 16 тысяч флота врага 15 тысячами плюс станции соответственно разбить флот врага в 20-25 тысяч если хан пришел с такими флотилиями то учитывая что он будет по одной флотилии в твою сторону посылать то ты сможешь успевать и разбивать и восстанавливаться на всякий случай можешь до рядом с той системой где даешь бой или через две системы построить еще одну фортификацию чтобы к ней успеть отступить отступить есть свободные герои в наличии да и маги даже такса потерь то у нас оказалось 12 то есть те кто загадывал до 62 получают право на отряд поэтому hydra поздравляю твое право данила поздравляю твое право king game у тебя уже шесть прав нельзя карлан сражаться сколько я сказал 62 фардекс к сожалению николай к сожалению чё кайф вы первый дредно твое второе право тимофей приветствую было 38 стало 42 4000 мы за этот бой получили и еще получим 1273 прям целый мага пак мы получили быстрее в битвах против хаоса и норске это для франца что у него еще не было но и самое главное мертин эмрис получает уровень ошибках шанс ошибки убираем и гельмут браун получает уровень держать строй ученик мага и маг самоучка запас 1156 ну посмотрим может я и уберу их с этих самых из свиты своих героев может быть если эти два последователя действительно такие бесполезные уж лучше поставить сюда что-нибудь на трофеи после битвы или доход фракции или скорость исследования от этого будет больше толку чем действительно 28 очков которые за весь бой даже и никогда не увижу суп рельф приветствую когда хан сдохнет ну лет 40-50 его придется потерпеть ну то есть пока сам лидер не умрет его империя не развалится сколько ему лет если ему 40 то если он живет до 90 50 лет придется ждать или он умрет в сражении если он к примеру адмирал кроме всего прочего если но правда если он адмирал то убить его даже в сражении будет очень сложно какой маг свободен макте не свободен иди сюда родной адольф альдридж 14 уровня также свободен так а ну-ка покажи мне это кто у нас свободен капитаны есть свободные и воины жрецы мы трех воинов жрецов будем нанимать но не на этом ходу потому что там есть технология которая позволяет увеличить уровень нанимаемых жрецов еще на 2 имперские капитаны у нас есть свободные охотник на ведьм один есть свободный магов у нас 13 до ну вот тот мака которым я говорил макте не у нас свободен или генерал но если он генерал тогда шанс его убить только подставив под планету если он проиграет осаду но я ни разу не видел видел но очень редко чтобы и ишка нападала на планету не вдвое превосходящими силами то есть очевидно как хан его десантные войска будут очень мощными потому что у них в этих фракций мародеров очень большие бафы а учитывая толпу которой они будут пытаться хотя если вдруг их флот десантный будет выловлен но по-моему тогда генерал не умирают если уничтожается десантный флот в космосе то генерал не умирать только на планетах они могут умереть не просто ждать пока он дойдет до меня или умрет ну да тебе другого и не остается радуйся что он на другом конце галактики убивай тех кого он ослабляет такс генерала давай можно права потратить на него нихт права на него потратить нельзя такс то есть мы с вами полностью очистили территорию от зимнего клыка мы привели к тому что сам зимний клык по уровню силы опустился на десятое место второго места это дает нам надежду на то что у него пять армии осталось всего лишь то есть если мы очень поспешим то он не успеет привести отсюда своей армии если очень поспешим мародеры которые возле меня могут присоединиться к ним должны присоединиться хан объединяет всех мародеров насколько я знаю правда я сам ни разу этого кризиса не переживал так что я такой себе советник по поводу по поводу героев и лордов они нанимаются либо за донат либо если выдаются тем кто загадывал потери и получил 20 отрядов загадывая потери 20 прав на отряды тогда им разовом есть выбор взять героя или лорда и крепость просто обменять права на героя или лорда нельзя это так не работает подробнее об этом можно почитать в таблице могу я 4 права потратить и заменить мартиру на герой или магнет так закончится ли на этом сражении на этом ходу нет не закончится но это сражение я наверное вне стрима проведу потом потрачу экономику и следующий стрим мы с вами начнем с передачи хода будет 44 ход и вот тогда начнутся самые жестокие сражения может быть еще тут будет сражение если я рискну напасть на эту армию но я пока не представляю кем я могу напасть на эту армию дед приветствую ты просто пришел под самый конец хорошо друзья на этом я с вами прощаюсь приглашаю на стрим к оле встретимся там чате завтра ждите стрим по вархаммеру в среду видео по чтению ну а стеларис в субботу теперь это будет новый день для стелариса посмотрим подумаем удачи вам удачи вам удачи вам удачи вам удачи вам а и Продолжение следует...